Здравствуйте! Как вскрыть гнойник на пальце ноги? Почему я эту тему выбрала? Выбрала я сама, без вашей помощи. Вы мне об этом, по-моему, даже не спрашивали. Почему эта тема? Да потому что у меня образовался такой приличненький гнойник на большом пальце ноги. Как это все получилось? Очень просто. Пять дней тому назад попала песчинка в босоножек, и образовалась такая маленькая потертость на большом пальце. Я на нее не обратила внимания. Потом на второй день появился такой маленький гнойничок. Ну, просто как маковое-маковое зернышко такое, да, на синее. Вот я опять не обратила внимания. Ну, ноги моют, все такое, ну, нормально же, я слежу за собой. Это понятно каждому. Но прошло еще пару дней, а маковое зерно превратилось уже в такую горошину. И что на сегодняшний день? Сегодня у меня четвертый день. И вы видите, какая горошина у меня на пальце. И если вам интересно, то я при вас эту горошину буду вскрывать. И вот он, гнойничок такой, который образовался. Видите, он довольно приличный. И мне он мешает, я же не могу ходить и надеть обувь никакую. Значит, прежде чем я займусь этой процедурой вскрытия, да, знаете что, я приготовила водномарливые шарики. У меня есть трептоцит, у меня есть пилики с водорода, у меня есть спирт, он закрашен зеленочкой. Я вам покажу, чтобы вы видели. Вот я здесь обрабатываю ножницы, чтобы они были стерильные. И у меня есть чистый спирт, его тоже можно закрасить зеленочкой. Но я этим спиртом обрабатывала руки. Значит, должны быть руки чистые. И должно чистым быть, конечно, так называемое операционное поле. Значит, обязательно, конечно, если есть спирт, то я обработаю спиртом. Могу несколько раз, один раз, второй раз обработать. И вот эту всю поверхность вокруг этого гнойника я тоже должна обработать. Значит, смотрите, это такой гнойник, он подкожный гнойник. Здесь нет покраснения такого, когда идет воспалительный процесс. Здесь совершенно мне не больно. Вот, и это все не горячее, не горячее. Это обычная температура тела там. В общем, то есть я сейчас, видите, натираю, но немножко краснеет от того, что я натираю. То есть сейчас уже такого воспалительного процесса нет, и мне не больно. Я показываю, что не болит. Обработать нужно обязательно. И, видите, сколько здесь у меня в пузыре будет всякой бяки, да, поэтому я это все спрячу. Беру обычные салфеточки, такие вот салфеточки я беру и обкладываю. Для чего? Для того, чтобы не пачкать ничего. Чтобы все, это же гной, значит, там есть какие-то куки, которые мне не нужны. Вот, все должно абсолютно быть стерильным. На всякий случай я еще раз обработаю эту поверхность. Зная то, что у меня стерильные ножницы, можно эту работу делать в перчатках. Можно перчатки не надо. Сколько должны обрабатываться ножницы, стерилизоваться, да, ну, минимум полчаса, конечно. Значит, можно разрез делать такой крестообразный, это когда есть скальпелек, но у меня скальпелечка нет. Поэтому я буду делать ножницами разрез, видите, все пошло. Видно, кому это интересно. Я вам сейчас покажу, что довольно здесь много гноя, и вы сейчас все увидите сами. Вот оно все пошло. Ой, сколько гадостей. На чеково, кто обрезгует, не смотрите. Но это жизнь, вы понимаете, что это наша жизнь. Выдавливать ничего не надо. Да, оператор не смотрит, так что я даже не знаю, что получится в этом видео. Значит, что теперь я беру? Я теперь беру обязательно перекись водорода. Перекись водорода можно заливать со шприца, а можно, естественно, заливать, как я заливаю. Видите, пошли бульки, очень хорошо я обрабатываю перекись водорода. Промываю всю вот эту поверхность, я промываю перекись водорода. Гноя довольно много. Вот, нет, не больно, совершенно не больно. Но видите, какая паршивенькая, паршивенькая такая. Не больно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Главное, чтобы вышел весь гной. Затем можно еще взять вот так вот перекис подородой просто я наложу на шар. Учитывая, что я этими ножничками резала, я буду работать не пинцетом, буду работать ножницами. Видите, кому интересно, я вам так-то все потихонечку показываю. Эту пленочку можно еще рассечь. Хорошенечко рассечь ее. Даже покажу вам какое-то донышко, если вы хотите, пожалуйста, смотрите. Никому не страшно, нет? Сознание никто не потерял. Я думаю, что нет. Моя задача очистить эту рану. Практически я ничего не тру. Абсолютно ничего не тру. И ничего я не выдавливаю. Я просто промокаю. Так, ну давай, подхватывай. Сейчас на 5. Возьмем перекис водорода. Перекис водорода не жалею. Вот. Не хватит этого. Этого влакончика возьмем еще. Главное, хорошо-хорошо промыть. Затем, когда я хорошо-хорошо промою, естественно, нужно будет подсушить. Можно подсушить даже феном. Но нам торопиться некуда. Я ничего не буду феном сушить. Я вам показываю. Видите? Как это все получилось. И когда я просушу, вот, я знаете, что сделаю? Вот оно подсохло немножечко. Эти штучки, считайте, у меня тоже стерильные. Как их простерилизовать? Можете даже в духовке простерилизовать. Или над паром. Горячим паром. Так, затем я возьму стрептоцит. Я стрептоцит растерла две таблеточки. Вот в такой порошок. И вот так вот засыплю. Вот эту рамку. Я ее засыпала. Вот. Ну, затем, естественно, я сниму вот эти такие салфетки. Они мне сейчас уже не нужны. Вот все я спрячу. То есть я всю бяку. Возьму чистый ватно-марливый такой кружочек. И сверху накрою. Никакой фиксирующей такой повязки тугой я накладывать не буду. Я могу просто так зафиксировать той же салфеточкой. Типа как косыночку завяжу. Для чего? Чтобы придержать. Сейчас я вам покажу. Эту косыночку, как я сделала. И можно взять бинтик. Но у меня на сегодняшний день бинтика нет. А уж это такая неприятность, которая у меня образовалась. Мне уже надоело. То есть я легонечко вот так вот прихвачу. И все. Прошло 12 часов. Снимаем повязочку. И смотрим, что здесь. Если вот этот ватный шарик, ватномарливый шарик присох, рвать не нужно. Нужно взять перекись и все это размочить. Сейчас я показываю вам, какая раневая поверхность. Это я снимаю. Здесь можно обработать края спиртиком. Края не рану, а просто края кожи. Рану оставить в покое. Затем я беру перекись водорода. 3% перекись водорода. Это так называемое, что будет первая тюрьмяск. Обязательно это нужно сделать, потому что нам нужно... Ну, я хочу быстрее ходить уже в тапочках. Или в босоножках, да? И обрабатываю перекись водорода. Ничего тереть не надо. Просто обрабатываю и смотрю, что там. Все нормально. Гноя нет? Нет. Сейчас у нас все это... Лишнее отойдет. Все подсыхает. Все хорошо. Все просто отлично. Можно здесь свежий шарик. Опять увлажняю перекисью. Все хорошо. Опять ничего тереть не надо. Можно еще. В данном случае перекись не вредит. Просушу. Наделаю не спеша. Пузырьки выделяются. Просушила. Все должно быть чистое. И руки чистые. Все должно быть обязательно чистое. Чтобы дополнительно не уничтожить инфекцию. Это белый. Это стептоцит. Значит, когда я все просушила, можно опять-таки вот здесь вокруг обработать спиртиком. Я специально закрасила зеленочкой, чтобы было видно, что это спиртик. Вот видите, рана какая там уже. И сверху опять засыплю стептоцидом. Только таблетки стептоцида я их измельчила. Просто растерла в порошок. Одна-две таблеточки максимум. Все. Насыпаю на эту раневую поверхность. Затем возьму сухой диск. Можно марлю. Просто марлечку сложить. Можно бинтик сложить. То, что у меня есть под руками, то я кладу сверху. Вот видите. Наложила. И вот эту такую пластинку я должна зафиксировать. Туго завязывать не надо. Зафиксирую бинтиком или той же салфеточкой, которую я фиксировала вчера. Просто зафиксирую. Вторая перевязка. Прошли сутки. Вот сегодня ровно сутки, как я вскрыла гнойничок. Так, снимаю я сегодня очень много ходила. Видите, повязочка немножко присохла. Ничего рвать не надо. Абсолютно рвать ничего не нужно. Я вначале возьму спиртом. Видите, вот обработаю кожу вокруг раны. Это будет вторая перевязка. Точно такая же, как и первая. Я обработала. А затем буду снимать. Ну, оно же там все присохло. Поэтому что? Ничего не рвем. А просто я наливаю перики с водорода. Видите? Никаких резких движений делать не надо. Сейчас посмотрим ранку. Видите, теперь спокойненько все отошло. Ну, вот рана перед вами. Вы все видите. Еще раз я обработаю перики си. Рана уже становится чистой. Чистенькая рана. Вам видно хорошо, я думаю. Сейчас посмотрим. Все очищается. Ну, сегодня я очень много ходила. Все чистенькое. Я еще раз обработаю перики си водорода. Еще раз приготовлю стрептицит. Ну, даже не знаю, делать мне еще завтра вам видео или не делать. Вы видите, как все красиво очищается. Все красивенько заживает. Значит, можно ходить. Конечно, можно бинтовать бинтом. Можно не бинтовать. Вообще, если я нахожусь дома, так я полностью открываю эту ранку и пусть она вот так вот заживает. Так быстрее будет происходить заживление. Сегодня я, конечно, такая была непослушная, потому что было много работы. Значит, рану мыть нежелательно. Просто ногу обрабатывать стерильной салфеточкой влажной. Вот. И что еще нежелательно? Значит, смотрим, видите, отека никакого нет. Температуры нет. Ничего не болит. Уже выделяется такая, как сукровица, да? Еще раз показываю. Смотрите, царапать ничего нельзя. Я вам просто хочу показать, что рана чистенькая, абсолютно чистенькая рана. Я еще раз приложу стриптоцит. Вот. Ну, какая красота, видите? Как все чисто и аккуратно. Поэтому я точно так же удаляю мозоли. Рассекаю их. Вот. И что? У кого есть желание, пожалуйста. С мозолями проще. Мозоль через сутки она уже, вот я вам показала, чистая, здесь гноя совершенно нет. Так, я просушила, просушила. Еще раз. И, как всегда, так и вам рекомендую. Септоцит. Ну, даже не знаю, показать вам завтра еще одно видео не показать. Отходить можно. Все это можно, можно. Просто взять бактерицидный лекопластырь и заклеить эту ранку. Можно так, как я делаю. Беру салфеточку. В общем, такие дела. Ну, все. Пока будем. Опять прикладываю шарик такой водноматливый и салфеточкой зафиксирую. Это все я сейчас уберу. Вот так, вот, чтобы ничего не было видно. Сегодня вторые сутки образовалась корочка. Раночка, ранка чистая. Сдирать эту корочку не нужно. Нужно ее трогать. И буквально, ну, обычно полное заживление раны, это пять дней. А то и быстрее. А белая, это стриптоцид засохший. Это стриптоцид. Я просто не хочу снимать, не хочу травмировать эту корочку, которая уже образовалась. Как видите, нет отека, нет боли, рана чистая. Если у вас какие-то возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Я вам с удовольствием отвечу.